Огромнейший привет! Вышивка на моей футболке, вот эта книга в моих руках, ну и, собственно, название видео намекает на то, что Оля наконец-таки созрела для того, чтобы снять видео, которое давно обещала о книгах, которые написали ни много ни мало контактёры с неземными цивилизациями. Тема очень интересная. Давайте начнём. Правда, нужна небольшая предыстория. Нужно пояснить, кого мы можем считать инопланетянами в той концепции, о которой я часто и в видео рассказываю, и в телеграм-канале своём пишу, и на сайте у себя, что есть только один, только одно существо, вечно, бесковечно всемогущее, которое проходит разные опыты, примеряет на себя разные роли, и таким образом изучает себя, познаёт себя на опыте, расширяет своё представление о себе. То есть само себе чертит какие-то иллюзорные границы, забывает на время о том, что эти границы иллюзорны, и таким образом испытывает себя на опыте. Ведь одно дело знать, что ты всемогущий и бесконечно вечно. Если ты только один, больше никого нет, тебе не с кем себя сравнить, да? Тебе остаётся только притвориться, что ты являешься не вечным бесконечным существом, и вовсе даже не всемогущим. Ты всего лишь маленький такой человечек на планете Земля, и к тому же ты с этой планеты выбраться пока не можешь, потому что уровень цивилизации не позволяет, технологии не позволяют сейчас куда-то полететь, исследовать какие-то другие планеты. Ты представляешь, что ты вот такой маленький человечек, у тебя вообще мало чего зависит. Ты вот в это играешь, и потом по мере прохождения через разные опыты расширяешь своё представление о себе, узнаёшь, что на самом деле ты дух, который только притворяется человечком. И даже более того, ты сам, он главный игрок, который всё это придумал, всё это задумал и сам себя ограничил. Ты чертишь себе новые границы, новую игру придумываешь. Так вот, если всё это я, то значит инопланетянин — это тоже я, просто в другой форме, так ли? Но для меня, как для игрока, как для персонажа игрового, как человека на планете Земля, для меня инопланетянин — это, получается, тот, кто тоже, ну, короче, дух, который тоже в таком примерно аватаре, как и я, играет. То есть в теле, в физическом теле, в материальном теле, и живёт на какой-то вот похожей планете, да, примерной, как Земля. Вот его мы можем считать инопланетянным. То есть мы через вот этот аватар, через тело, видим планету, как круглый шарик в космосе, да, они примерно так же видят. То есть мы договоримся, что в этой иллюзии давайте вот так. То есть если какие-то духи играют через другие аватары, они, например, Землю плоской видят и говорят о том, что Земля плоская, вай-вай. Просто другая точка зрения на эту же игровую площадку, на эту же иллюзию, да. Кто-то вообще Землю как исходный код какой-то воспринимает, программный, да, и это тоже правда, просто другая точка зрения. Так вот, мы сейчас говорим о книгах, которые написали контактёры вот с физическими инопланетянами, не с каким-то там высшим разумом, такие книги тоже есть, естественно, читала. Да, вот именно про физических контактёров. И вот о том, о чём я сейчас говорила, кстати, в первой книге очень хорошо рассказано, она называется «Интервью с пришельцем». Вот там чуть по-другому так, ну вот прям хорошо, вот об этом же. Почему духи создают игры, как вот эти иллюзии, да, игровые площадки, которые мы называем планетами, для чего они это делают, как они это делают, как они расширяют эти игры и так далее. Ну давайте по порядку я немножечко расскажу про эту книгу. Поэтому я ещё разместила отрывок из неё у себя на сайте, если вам не хочется прям саму книгу читать, вы можете хотя бы этот отрывок прочитать, потому что он, наверное, самый такой значимый из всей книги. В общем, интервью с пришельцем произошло в 1947 году в Америке во время так называемого Розульского инцидента. Любители НЛО о нём хорошо знают, наслышаны. Тогда произошло крушение НЛО, правительство перехватило инопланетянина, вернее, это девушка была инопланетная, в общем, какая-то женщина, можно так сказать. И общалась с ней Матильда, медсестра, которая работала тогда на базе, где это инопланетное существо содержалось. Почему-то это инопланетное существо решило войти в контакт только с ней, с этой девушкой, с медсестрой. И вот у них получилась беседа, она долгое время, естественно, была засекречена. И потом Матильда уже там перед своей смертью опубликовала её в виде книги. Но тут надо сказать, что так как это всё равно игра и иллюзия, неважно, было ли это, не было ли это, верите ли вы в это, то, что действительно было там это Розульское крушение НЛО, действительно ли там физически инопланетянин прям сидел и там что-то рассказывал. Да, неважно, важно то, о чём говорится в книге, а говорится там как раз о том, что мы все одно целое, мы вечно бесконечное существо, которое играет в разные игры, даже в такие порой жестокие, как планета Земля. И Матильда там хорошо объясняет, почему мы это делаем, потому что когда у тебя впереди вечность, ты пробуешь разное, ты пробуешь всё, тебе хочется испытать всё, что только возможно, разный опыт пройти, в том числе и опыт какой-то жестокости, какого-то негатива, так скажем, да, то есть тебе разное интересно, ну, у тебя вечность, и это всё иллюзия, на каком-то уровне ты же знаешь, что всё это игра. Но погружаясь в эту иллюзию, ты на время об этом забываешь, и, конечно, где-то страдаешь, где-то тебе больно. Вот она говорит о том, что когда дух или группа душ договариваются во что-то поиграть, ну, что-то представить, создать какую-то иллюзию физическую, да, особенную иллюзию, то эта иллюзия должна подпитываться постоянным вниманием этих душ, либо каких-то ещё других душ, которые решат присоединиться к этому действию, да. И как закон притяжения, да, где внимание, там энергия. Если ты убираешь с чего-то внимание, оно исчезает. Так же и тут. Если не уделять внимание иллюзия, она скопнется, она исчезнет. Поэтому, когда создаётся физическая иллюзия, вот как земля, да, что-то такое прям плотное, существенное, такое прям ух, то нужно внимания огромного количества душ, да, и постоянно непрерывное. Поэтому у нас сейчас на планете столько персонажей, столько всего интересного происходит, потому что планета очень многогранная, да. Кто-то в Индии живёт, кто-то в России, кто-то в Америке, кто-то в Европе. Это очень разный опыт для одного существа, да. И получается, что, когда мы все играем, 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 рано или поздно всё равно настанет тот момент, когда мы зададим новые вопросы о себе, да, цивилизация, как вот это сознание коллективное этой планеты, как вот все игроки, которые когда-либо подключались к этой иллюзии. А что дальше? Где дальше граница? Недаром поэтому сейчас многие стремятся в космос, там куда-то полететь, строят корабли, да. На это многие миллиарды выделяются в разные правительства, на разных стран, да. Нам интересно, что же там дальше. И вот в какой-то момент у нас состоится, я надеюсь, это будет при моей жизни, в этом теле, какой-то массовый контакт, да, когда мы поймём, что ой-ой-ой, сколько ещё игровых площадок, сколько ещё всего интересного нас ждёт. И это, конечно, будет уже совсем другой уровень игры, да, на планете Земля. Ну, пока что мы тут, нам нужно научиться жить в доброте в мире вот сейчас, тем, что есть, теми игроками, которые тут. Потому что иллюзия оказалась такой мощной, что многих просто унесло. Да, они верят, что есть друзья, есть враги, что нужно как-то выживать. Не просто выбирать из вот этой люди то, что тебе нравится, фокусироваться на этом, играть с этим, гайфовать, да. Они находят себе какие-то вот поводы для борьбы. Поэтому, да, рекомендую, в общем, почитать отрывок хотя бы у меня на сайте. Вот он прям такой мощный. Единственное, что переводчик, наверное, конечно, такой чуть не в теме, может быть, он вот это понятие, как «я есть», да, переводит как «я быть». Ну, если заменить «я быть» на «я есть», то как бы все нормально, все становится понятно. А я хочу перейти к следующей книге. То есть если это, ну вот больше про вот это, про игры, про то, как, какие игры разные бывают, про то, что, ну, не нужно так серьезно относиться к жизни, да, с одной стороны. Ничего серьезного не происходит, это игра, ты сам выбрал в нее поиграть. Но с другой стороны, это очень серьезно, потому что ты создаешь свое представление о себе, кто ты прямо сейчас, да, что ты делаешь. Каждый твой поступок – это заявление о том, кем ты являешься, кем ты хочешь быть, да, каким ты себя видишь, каким ты видишь других персонажей. Ну вот следующая книга, это даже, наверное, не книга, это транскрибация видео и аудиозаписей тоже одного контактера. Он называет себя, сейчас я посмотрю точно, чтобы он не соврать, инопланетяне назовут Митти, земляне назовут Вилл, нам кажется, из Бразилии, и вот он ему задает вопросы свои, либо читателей своих, и потом выкладывает ответы в видеоблоге своем, на сайте своем, и кто-то вот просто сделал из этого книгу на русском языке, она называется «Ответы пришельцев с Амбромеды», там очень много вопросов на самые разные темы, я их все прочитала, то есть там такие вопросы в основном, там, кто построил пирамиды, к примеру, или почему там Бермудский треугольник существует, в чем его причина, да, или там, кто был вот этот вот там какой-то знаменитость какая-то, вот кем она была в действительности, или было ли там вот такое-то крушение на лоту, ну, то есть, поняли, да, тоже раз это все иллюзия, это же тоже какие-то игры мистические, там, какие-то сверхъестественные, нам же интересно это все, тайны какие-то, да, загадки, иначе игра была бы неинтересна для нас, но, в общем, помимо всего этого, если вам интересно, конечно же, почитайте, много нового узнаете, интересного, вот, там много, конечно, всяких философских размышлений, я выписывала цитаты из этой книги, ну, вы знаете, я люблю выписывать цитаты из книг, потому что очень быстро читаю, и бывает за день прочитаешь книгу, и не понял вообще, что-то произошло, да, хочется побыть еще в ней, посмаковать как-то ее, я вот выписываю цитаты, потом их перечитываю, играю с ними, составляю из них стихи, и потом их вам читаю, вот, хочу вам прочитать стихотворение, которое я написала на основе цитаты из этой книги, я, правда, на зусе не помню, но вот сейчас буду подглядывать, на сайт на свой, и вам прочитаю. «Ты спросил, для чего живешь ты?» Отвечаю, «Посмотри на природу, разве деревья едят свои фрукты, разве реки пьют свою воду, цветы не вдыхают свою аромату, солнце не светит само для себя, одаряя собой друг у них, ты богат, в этом и есть задача твоя». Классно же, да? Ну, то есть, опять же, неважно, инопланетянин рассказал Биллу, да, или он сам это выдумал, или еще что-то. Какая разница, если ты создаешь свое представление о себе? Если ты подаряешь собой других, это же классно, чем когда ты все себе, все себе, ой, мир это все, надо бороться, это все вот это вот такое вот, да. Классно же, мне нравится это. То есть, не буду долго останавливаться на этой книге, потому что, ну, в принципе, там есть, я же говорю, ответы на все вопросы, какие только можно придумать, а какие нельзя придумать, есть, на них есть ответы на канале у Ирины Подзоровой, да, о которой я сейчас вам тоже буду рассказывать, я уже как-то упоминала ее в своих видео, как познакомилась с ее каналом, потом заказала книгу. В книге она рассказывает, как у нее начался контакт, это же, конечно же, интересно, да, потому что Матильда была непонятно, когда там в 47-м году контактировала, и это было в Америке, и вообще ничего не понятно. Митя с Биллом тоже там в Бразилии, тоже там какая-то история, да, не наша вроде как, а тут вот нам все знакомо, история интересная, сама Ирина уже стала знаменитостью, ее и на телевидение приглашали, приглашали, и я понимаю, почему, потому что ты действительно, когда с этой информацией сталкиваешься, ты понимаешь, что у нее реальный контакт, и физический, и астральный, да, что человек с богатым даже воображением, ну, не может выдумать вот все то, о чем она говорит, то есть там действительно более расширенное такое сознание, там много участников, вот, поэтому рекомендую и канал ее, и книгу эту. В книге она рассказывает о том, как стала контактером, что с ней это случилось еще в детстве, когда ей было 13 лет, она жила в Воронежской области, и просто вот шла вечером, встретила инопланетянина. Представляете, какая интересная, да, история. И так стала с ним дружить, до сих пор дружит, он стал ее куратором, вот уже сколько лет, вначале только он с ней общался, потом уже стали с ней и другие инопланетные создания общаться, и также она стала универсальным контактером, то есть он может выходить на уровень души, да, ну, то есть на уровень игрока, да, того, кто создает иллюзию, и с ним общаться, то есть, допустим, с духами умерших она может общаться как медиум, да, только более высокого даже уровня медиума. Она может общаться с какими-то эгрегорами, да, допустим, она может общаться с плазмоидными цивилизациями, с разными инопланетянами, может, физическими и не физическими, там только материальными общаться, в общем, там вообще можно всю жизнь изучать, и это так интересно, но опять же, кому это надо, кто хочет в это поиграть, да, то есть я вам сейчас предлагаю, давайте, хотите со мной играть в игру, что вот есть инопланетяне, да, уже прям сейчас не когда-нибудь когда-то там будут, да, вот они уже сейчас есть, они уже сейчас контактируют, уже сейчас какую-то интересную информацию рассказывают, хотите в это поиграть, то вот вам книжки, вот вам ссылочки на каналы, давайте, не хотите, ну как, сейчас, значит, вам это не надо, вам это не интересно, другие разные игры на планете Земля есть, да, и вышивать интересно, и книжки читать, и сериалы смотреть, и просто работу работать, в огороде копаться, как я сейчас это делаю, да, на столке играть, то есть, опять же, если вам туда надо, вы туда придете, потому что это очень интересная тема, сколько я смотрела эфиров, да, которые Ирина щедро, конечно, проводит, она такой человек, который прям вот работает, работает, постоянно проводит эфиры какие-то там, занятия у меня постоянно, в общем, что-то происходит, и понимаешь просто, что, ну, уровень потрясающей информации, то есть, то, что я по крупицам собирала, да, из разных книг, там, эзотерических, каких-то религиозных, то вот, о чем я только вот сама доходила, да, там все это есть, то есть, то есть, я, видимо, настолько уже расширилась, что вот мне, нате, вообще на плюточке с голубой каемочкой вообще как бы все вот легко, доступно и понятно, то есть, если бы мне Ирина сразу попалась, ну, я бы, наверное, была очень счастлива, но я прошла долгий путь, я очень рада, это было интересно, это была потрясающая такая игра, вот у нее тоже много, значит, эфиров про историю планеты Земля, что, как вообще ее открыли, инопланетные опять же цивилизации, планета как бы была, как ее открыли, как заселили сюда людей, как животных, кто создает таких интересных, оказывается, на Земле намного больше видов животных, чем где-либо еще, да, то есть, действительно, это очень классно, у нас очень интересно, и растений много, и вообще планета сама красивая, и люди какие замечательные, да, вот, ну, вот, помимо этого, у нее много эфиров с душами, разных знаменитостей, там, например, с Задорновым недавно был эфир, опять же, можно верить, не верить, реально она там контактирует, или нереально, важно, какую информацию она дает, да, людям, она опять же говорит о том, что есть только одно существо, и инопланетяне, которые с ней общаются, они тоже уже, да, вот этого уровня цивилизацию развили, что не забывают полностью о том, что они являются одним существом, да, они оставляют память об этом, ну, либо передают это из поколения в поколение, детей этому учат, что жить надо дружно, потому что все это ты, все это отражение от тебя, давай вот так играй, вот, то есть у нее много таких эфиров, также у нее есть эфиры о том, ну, вот, из разных областей, знаете, про здоровье, какие-то советы, ну, и про науку, и про медицину, какие-то вот конкретные есть эфиры, то есть она приглашает каких-то специалистов, и те беседуют через нее с этими инопланетянами, и вот ни в одном эфире у меня не было, знаете, какого-такого сомнения, что, да, ну, да, ну, ну, правда, да выдумывает или там, да, не, ну, вот тут вот не так, единственное, что, может быть, инопланетяне не говорят о том, что мне самой интересно больше, да, вот о чем в первой книге говорится, как создаются игры, вот эти иллюзии, да, как мы к этому подключаемся, то есть они про это, в принципе, не говорят, но они говорят о том, что, да, можно управлять своей реальностью через образное мышление, через управление своим вниманием, да, ну, как бы это все понятно, то есть, опять же, про закон притяжения, все, ну, вот именно вот этот уровень, куда мне уже хочется нырнуть, я пока не увидела информации, но я думаю, что, когда ты готов, игра это тебе преподносит, опять же, на тарелочке, игра с голубой колемочкой, потому что, когда ты начинаешь играть в какую-то игру, я много раз об этом вам рассказывала, да, весь мир тебе подыгрывает, потому что ты являешься этим миром, на каком-то уровне ты один с этим миром, то есть ты играешь, мир тебе подыгрывает, поэтому я уверена, что эта информация, это ко мне придет через меня, или там еще какого-то контактера, или еще как-то, так что не переключайтесь, как только придет, сразу сниму видео, ну, в общем, если вам хочется вот нашего, да, то смотрите, читайте Ирину, потому что вот реальный человек, к которому даже можно приехать, да, потрогать его, я вот Ирине две сумочки вышла, подарок отправила ей, она была очень довольна, так с ней лично еще не встречалась, но все впереди, да, вот, то к Ирине вам, в общем, если хочется каких-то мистических загадок, то вам вторая книга про Митти, про Вилли, а если хочется почитать, ну, что-то такое прям вообще крышесносное, то первая книга для вас, потому что там вот много такой, ну, не жути, я не знаю, просто вот это инопланетное существо, которое общается, да, с Матильдой, оно просто играет в другие иллюзии, другие какие-то более простые, что ли, игры для нее, конечно же, планета Земля кажется злачным таким, что вместо, да, тюрьмой, она считает, что эта планета похожа на тюрьму, потому что тут, ну, практически все отрубили себе память, не помнят, кто они такие, и еще и могут убить тебя за то, что ты говоришь, что вот ты всемогущий, и помним, да, распять тебя, вот, поэтому для нее, конечно, она когда-то оказалась, она была в шоке просто, говорит, ребята, что вы творите, да, но при этом она сказала, что души во что только не играют, лишь бы, короче, развлекаться, но при этом, я же говорю, при этом души проходят опыт, и такой опыт тоже нужен, иначе как ты поймешь, да, что такое хорошо, что такое плохо, только вот так, проходя разный опыт и создавая разные люди, поэтому давайте создавать приятные иллюзии, давайте жить дружно, жить в радости, для этого мы приходим, да, давайте расширять свои границы и готовиться к контакту с инопланетянами, вот, ну, потому что иначе, как, интересно же, тут в другую страну поедешь, и все, и, ух, другой мир, да, представляете, другая планета, это же вообще что-то с чем-то, я даже не знаю, с чем это сравнить, пишите свои комментарии, что думаете по этому поводу, какие книги можете мне порекомендовать на эту тему, ну, и вообще интересно, давно не общались, интересно, что вы думаете. Всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok